Книги, как и люди, имеют свою жизнь. Одни плодотворную, они становятся бестселлерами. Другие, подобно комете, ярко сверкнув, быстро гаснут, не оставив заметного следа. Третий становится классикой и надолго переживают своих авторов. Жизнь человека похожа на книгу, и у каждого она своя. В Библии сказано, что на небесах пишется памятная книга о боящихся Господа. В книге Откровения читаем о книге жизни, где записаны имена искупленных. Жизнь многих людей остается в памяти и после их смерти, других же быстро забывают. Они, как книги, отличаются по размеру, объему, содержанию и оформлению. У одних людей на протяжении жизни получаются солидные фолианты – толстая книга большого размера, в кожаных тисненных переплетах, отпечатанные на хорошей, плотной, мелованной бумаге с многочисленными цветными фотографиями и красочными иллюстрациями. У других книги в очень ярких, блестящих, бросающихся в глаза глянцевых суперобложках, но при этом непонятное, пустое и незапоминающееся содержание. У третьих – в мягкой обложке небольшие невзрачные брошюрки, напечатанные на серой бумаге. В отличие от печатанных книг, где к любимым прочитанным раньше страницам можно вернуться и перечитать заново, в жизни такой возврат к прошлому невозможен. О прожитых страницах жизни можно только вспоминать, переживая приятные и горестные моменты, или сожалеть о неиспользованных дарах жизни, необдуманных поступках или неправильно принятых решениях. Но однажды настанет день великой переклички на небесах, когда книга жизни будет открыта и прозвучат имена всех спасенных. Для тех, кто любил Иисуса и был бесконечно предан ему, настанет воистину благословенный момент. Об этом известный для всех христиан гимн «В час, когда труба Господня прозвучит». Имя его автора – Джеймс Мильтон Блэк. Он был верным слугой Господа и создателем многих христианских псалмов. Родился Джеймс 19 августа 1856 года в Северном Хилле, штат Нью-Йорк. Свою музыкальную карьеру начал вместе с известными композиторами своего времени – Джоном Ховардом и Даниэлом Товнером из Библейского института Муди. В 1881 году Джеймс Блэк переехал в Вильямс Порт, Пенсильвания. Он руководил церковным хором, прекрасно пел и играл на органе, был преподавателем воскресной школы, директором молодежного служения, приводил многие души ко Христу для покаяния. 21 декабря 1938 года Господь отозвал своего преданного слугу в вечность. «Песни для души» – так назывался сборник гимнов Джеймса Блэка, в котором вошли песни «Приди, о, приди ко мне», «Мы пребудем с ним в славе», «Дом в моем сердце для Иисуса», «Я помню Голгофу» и другие. Но особенно любима и дорога сердцу многих христиан песня в час, когда труба Господня прозвучит. История ее создания была связана с угасающей жизнью одной из юных учениц Джеймса Блэка. Это было в 1892 году в Вильямс Порте. Джеймс Блэк проходил улицами беднейших части города. На крыльце одного разрушенного дома он увидел девочку-подростка. Ее порванное платье и обувь говорили о том, что она живет без родительской заботы. Брат Блэк, подойдя к ней, спросил, не желаешь ли ты посетить воскресную школу? Девочка тихо ответила, да, я хотела бы, но… Она смутилась и опустила голову. Джеймс Блэк понял, что девочка стесняется прийти в школу в таком одеянии. На другой день Бесси, так звали девочку, получила посылку с платьем, платочком и туфельками. Божья любовь, проявленная в заботе незнакомца о ней, коснулась сердца девочки. В воскресенье она пришла в церковь. В начале каждого служения в воскресной школе брат Блэк делал перекличку, называя по имени каждого ребенка. Момент, когда впервые прозвучало имя Бесси, был для нее поистине непривычный, торжественный и незабываемый. Вскоре девочка заболела, она не смогла прийти на служение. На перекличке в воскресной школе отозвались все дети, все, кроме Бесси. Обычно, когда Джеймс Блэк называл имя ребенка, тот должен был процитировать стих из священного писания. Блэк повторил имя Бесси еще раз, но в ответ последовала тишина. Впервые Бесси пропустила школу. Учитель подумал о самом худшем, ведь отец девочки был алкоголиком и совершенно не заботился о ней. А что, если она умрет? Джеймс Блэк вспомнил стих из Откровения Иоанна Богослова о книге жизни, в которой записаны имена искупленных. Вписано ли имя Бесси в книгу Агнца на небесах? Будет ли она в обителях царя на небесной перекличке? Переживания не давали ему покоя. Сразу же после служения Джеймс Блэк поспешил в дом девочки. Она действительно была очень больна. Ее лихорадило, сильные приступы кашля сдавливали ей горло. Понимая, что это серьезно, брат Блэк вызвал своего личного доктора, и тот определил затяжную запущенную пневмонию. Под впечатлением нахлынувших мыслей об участии Бесси в вечности, Джеймс Блэк, вернувшись домой, сел за фортепиано все с тем же беззвучным вопросом. Отзовется ли Бесси на зов Агнца Божьего на небесной перекличке? И тогда невольно сам же прошептал ответ от имени девочки. В час, когда труба Господня над землей прозвучит, и настанет вечно светлая заря, имена он всех спасенных в перекличке повторит. «Там, по милости Господней, буду я». Джеймс Блэк написал в тот же вечер прекрасную мелодию к этому гимну. Ее мотив никогда не изменялся. Юная Бесси вскоре умерла. Но песня, которая родилась благодаря встрече с этой девочкой и ее обращению к Господу, живет и поныне. Впервые этот гимн официально прозвучал на траурной церемонии похорон Бесси. Сегодня эту прекрасную песню радости поет на многих языках почти во всех странах мира. Она укрепляет веру, дарует надежду, наполняет сердца небесной любовью. А как мы? Ответим ли мы на небесной перекличке Господу? Прозвучит ли наше имя там, среди сонма спасенных? Можем ли мы с уверенностью петь о том, что и наше имя записано в книге жизни Агнца? Да, каждый из нас своей жизнью пишет книгу, которая остается грядущим поколением. К сожалению, даже в конце жизни не каждый человек понимает смысл своей, уже прочитанной книги жизни, ее сюжет, логику, содержание, замысел автора, творца нашего. Поэтому сегодня актуально звучат слова Джеймса Блэка. «Дай трудиться для тебя, Господь, любовью всем служить, с утра раннего и до заката дня, а когда велишь работу мне, земную ты сложить, на небесный клич тогда предстану я». Да поможет нам Бог прожить так, чтобы в конце дней нам не было стыдно читать книгу своей жизни. Воистину, нет ничего важнее на земле, как уверенность в том, что и твое имя знают на небесах. Субтитры создавал DimaTorzok